МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старт слушания дела. Покажем, как тушили вспыхнувшую на подземной парковке иномарку. И спасение пенсионерки из полыхающего дома в Бугульме. Только вытащили, тут сразу крышу падать. Сами уже дымом наглотались. А также лишение прав 83-летней женщины за оставление места ДТП. Неудачная попытка скрыться от автоинспекторов и поездка, обернувшаяся уголовным делом. Это и не только. Прямо сейчас. Избил незнакомца до смерти, вломился в его дом, избил его супругу, а после оскорблял сотрудников полиции. Это очень краткое изложение обвинения, предъявленного 26-летнему Эльвиру Насибулину. Сегодня в Кировском районном суде должно было начаться рассмотрение его дела по существу. Как гласит уголовное дело, в ночь с 17 на 18 июля сильно нетрезвый подсудимый на улице Новоюдинская в Казани увидел сидящего на скамейке у дома 57-летнего мужчину и без повода забил его насмерть. На шум выскочила супруга избитого. Агрессия незнакомца переключилась и на нее. Но женщине удалось выжить и стать одним из главных свидетелей обвинения. У нее жара, он любил сидеть, телефон, мозг слушал. Мама погибшего 57-летнего мужчины не может сдержать слез, вспоминая тот страшный для их семьи день. За год она потеряла обоих своих сыновей. У меня близнецы были в сентябре 22-го. Один умер от болезни. Жизнь второго сына оборвалась 17 июля, три месяца назад. Женщина рассказала, что около 23 часов она сама читала книгу. Сноха была дома с 17-летним внуком-инвалида. А сын сидел на улице на лавочке. Делал так часто. В тот момент, согласно уголовному делу, к нему подошел незнакомый ему, сильно нетрезвый, 27-летний Эльвир Насибуллин, ныне подсудимый. Без каких-либо причин он стал оскорблять сидевшего на лавочке мужчину и всячески пытался развязать конфликт. Вскоре дошло и до рукоприкладства. Он в переносицу ударил, тут отключился и упал. То ли он, и вот за шнурок от телефона утащил напротив кусты. Три удары в область головы, как установила судебно-медицинская экспертиза, оказались смертельными. Под горячую руку нападавшего попала и супруга погибшего. Услышав шум, она вышла на улицу. Она же вышла якобы на улицу, а он тут или его уже оттаскивал, или еще и сбивал, я не знаю. Трагедия произошла здесь, у этой лавочки, возле одного из домов на улице Новоюдинская. Как установили следователи, супруга обнаружила своего мужа недалеко от дома. Там же был и нападавший. Он, увидев женщину, побежал за ней, стал избивать, забежал в дом и продолжил размахивать кулаками. Как гласит уголовное дело, он бегал за ней по всему дому. Он убил по разным частям тела. Чудом ему под руку не попали 17-летний сын инвалид и пожилая мама погибшего. Когда на место приехали полицейские, он стал оскорблять и их. В итоге нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. Позже следователи предъявили ему обвинение сразу по четырем статьям Уголовного кодекса. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего. Также умышленное причинение среднего вреда здоровью, не опасное для жизни. Также незаконное проникновение в жилище против воли и согласия проживающего. И публичное оскорбление представителю власти, исполняющего свои служебные обязанности. У самого подсудимого эксперты выявили органическое расстройство личности. С детства перенес множество черепно-мозговых травм. Воспитывался матерью, страдающей алкогольной зависимостью. Пока она от него не отказалась. При этом был признан вменяемым и несколько раз уже был судим. Сегодня должно было стартовать слушание дела по данному факту. Но так как о процессе подсудимого узнал всего три дня назад, его перенесли на 30 октября. Сегодня же продлили ему срок содержания под стражей. Но это подсудимого, видимо, не сильно волновало. На вся меня звали Айсан Саитова. Вызов 112. Конфликт между собутыльниками стал причиной смерти одного из них. Трагедия произошла в Апастовском районе. Как установили следователи, на улице Кирамат, села Шамбулыхчи, двое 72-летних пенсионеров распивали алкогольные напитки. В какой-то момент они поругались, и хозяин дома схватился за нож. Он ударил им своего приятеля в шею. Одно колото-резаное ранение оказалось смертельным. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый задержан. Автомобиль Toyota Mark II сгорел на подземной парковке одного из домов на улице Азата Аббасова в Казани. На место вызвали пожарных. Пламя не потушили за считанные минуты. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Люди в результате пожара не пострадали. А вот сам автомобиль получил значительные повреждения. По предварительной версии, к возгоранию привело техническое состояние транспортного средства. Двое мужчин жителя Бугульмы спасли из огня свою пожилую соседку. Сначала очевидцы увидели, как один из частных домов охватило пламя, из окон повалил дым. И уже потом заметили в одном из оконных проемов женщину, которая умоляла о помощи. Оба без раздумий бросились в эпицентр пожара. И едва вытащили пенсионерку из дома, как у строения рухнула крыша. Как пламя охватывает частный дом в Бугульме, на мобильные телефоны сняли очевидцы. Огонь уже пожирал крышу. Пламя было у входа в жилище. Из окон вырвались клубы густого дыма. В одном из них полицейский, который в этот момент был не на службе, увидел свою пожилую соседку. Женщина умоляла о помощи. Она не могла самостоятельно выбраться из огненного плена. Не раздумывая, мужчина перелез через забор и побежал ее спасать. Увидел то, что соседка стоит в окне, у которого горит дом. Вот здесь вот она была. Получается, сразу с соседом попросил лестницу, подошел к окну, спросил, сможет вылезти. Она сказала нет. Забравшись на лестницу, выбил оконную раму. С соседом залезли и вытащили ее. Вместе с еще одним соседом они сломали забор и отнесли бабушку на безопасное расстояние. Сразу после этого крыша горящего дома обрушилась. И если бы соседи не успели вовремя и не вытащили пенсионерку из полыхающего строения, для нее все могло закончиться куда более трагично. Только вытащили, тут сразу крышу падает. Ну, сами уже дымом наглотались, конечно. Вскоре на место прибыли огнеборцы. Они потушили пламя. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Дознаватели определили причину пожара. Огонь вспыхнул из-за нарушений устройства и эксплуатации электрооборудования. Сирина Васильева, Нафиса Минязова, Вызов 112. 83-летняя пенсионерка лишилась водительского удостоверения за оставление места ДТП в Нижнекамске. Выяснилось, во дворе дома на проспекте Мира она, находясь за рулем Volkswagen Passat, протаранила Hyundai Solaris, который затем откинула на ладу. Увидев это, женщина поспешила скрыться с места происшествия. Позднее госномер автомобиля установили по записям камер видеонаблюдения. Автолюбительницу нашли. Суд лишил ее права управления транспортными средствами сроком на один год. Уголовное дело, вероятно, будет возбуждено в отношении водителя Kia Magenti, которую задержали автоинспекторы на улице Воровского в Казани. Молодой человек, управлявший седаном при виде сотрудников ДПС, пытался скрыться во дворе. Столь внезапный маневр не мог не привлечь их внимания. Автомобиль заблокировали, а у водителя обнаружили признаки опьянения. Молодой человек согласился пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя и запрещенных веществ в крови, но в больнице от процедуры отказался. С учетом того, что к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде он уже привлекался, теперь ему грозит уже уголовное преследование. Статья предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Водитель автомобиля Mercedes E-класса не подчинился требованию автоинспекторов об остановке в центре Казани и только сильнее нажал на педаль газа. Погоня была недолгой. На перекрестке улиц Ершова и Ахмерова мужчина выскочил из автомобиля и бросился на утек. Но скрыться не удалось. Сотрудники ГИБДД бегали быстрее. Вскоре стало понятно и причина бегства. У мужчины просто не было водительского удостоверения. Теперь ему предстоит ответить за вождение без прав. Это штраф полтора десятка тысяч рублей. Неподчинение законному требованию сотрудника полиции до 15 суток административного ареста. К тому же еще предстоит выяснить, как он оказался за рулем арендованного автомобиля. И на чей аккаунт брал автомобиль. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин